Помучь самореализоваться, найти себя в общественно полезном деле, воспитать лидеров поколения Next. Такая задача стоит сегодня перед активом Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Этот вектор развития остается неизменным на протяжении многих лет. Именно такая политика организации позволяет из года в год достигать поставленных целей. 2019-й не был исключением. 2019-й год был встречен на различные политические события и гражданско-политические мероприятия. В целом нашу организацию удалось их выполнить, скажем так, отдельное, конечно, внимание мы уделяли трудоустройству молодежи в третьем трудовом семестре. Скажем так, те задачи, которые ставил перед нами центральный комитет, мы выполнили, даже, сказать, чуть-чуть перевыполнили, но все равно не стоит оставаться на достигнутом. В 2019-м году мы трудоустроили 3400 ребят в составе студенческих отрядов. Конечно, у нас неплохо отрудились и молодежные отряды охранового порядка, которые хорошо себя проявили на организации общественных мероприятий. При патрулировании акватории рек и озер в летний период такая акция «Летний патруль». Конечно же, неплохо сработали ребята и в волонтерской деятельности, скажем так, волонтерство сейчас в моде у молодежи. Действительно, очень много волонтерских отрядов у нас есть, очень много различных мероприятий провели волонтеры, реализуя свои проекты. В Брестской области насчитывается более 3000 волонтеров движения «Доброе сердце». Многие из них приняли участие в важнейшей политической кампании страны минувшего года – выборах в Палату представителей. Также областная организация БРСМ координирует работу 144 молодежных отрядов охраны правопорядка. Но это далеко не весь спектр деятельности организации. По итогам третьего трудового семестра 2019 года в составе 284 студенческих отрядов на предприятие столицы было трудоустроено почти 3,5 тысячи человек. По сравнению с 2018-м эта цифра увеличилась вдвое. В 2020 году мы ни в коем случае не должны снизить планку, которую мы уже добили в 2019 году. Конечно, уже мы хотим трудоустроить на процентов 20 больше, но тут очень сложно прогнозировать. Но в студенческих отрядах именно хочется уделить внимание на идеологическую составляющую работы в студенческих отрядах. Чтобы каждый студотрядовец себя позиционировал студенческим отрядом, чтобы каждый студотрядовец знал, что такое комиссар и командир. И действительно, они сами проводили такую идеологическую работу внутри отряда, чтобы старые наши отрядцы, которые строили ПАМ, которые работали в советские времена, чтобы такая идейность и вдохновленность была и у наших ребят. В 2020 году областная организация БРСМ планирует немного изменить вектор развития и поставить перед собой более глобальные цели. В 2020 году мы хотим поставить четкие задачи и цели. Может быть, не сильно распыляться на организацию каких-то массовых мероприятий, а хочется концентрированно понять, что интересно молодежи и делать мероприятия для молодежи, по инициативе молодежи. Положительная динамика работы БРСМ наблюдается благодаря слаженности деятельности районных комитетов. Здесь также есть много достижений и побед. В Бресте, так скажем, взяли не одно призовое, а первое, второе место. В таких мероприятиях, как Автоледи наш участник занял второе место призовое. А потом были такие мероприятия, как слет молодых семей Вера, Надежда, Любовь, где семья Сывоцевического района принесла очередную победу нашему району и заняла первое место. Сегодня в состав областной организации БРСМ входит более 40 тысяч активистов, а это 15% от общего числа молодежи. Из года в год наблюдается тенденция роста количества желающих делать важные и полезные дела. Конечно, мы будем стараться расти, чтобы наших сторонников стало больше, но тут немаловажный факт, что мы хотим сделать именно упорно-качественную работу, чтобы действительно к нам в организацию приходили наши сторонники, те, которые действительно участвуют в наших мероприятиях. И хотелось бы сказать, что те, которые участвуют в мероприятиях, но не активисты нашей организации, подключались к нам, то есть не только пользовались нашими благами, а принимали участие в наших проектах и программах. В рамках Пленума были также награждены наиболее активные члены Обкома и первичных организаций БРСМ.